МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За истекшие полтора месяца вышло 221 печатной публикации федеральных и региональных СМИ, 99 телевизионных и радиосюжетов, 574 публикации и сообщения в интернете. 28 июля президент России Дмитрий Медведев встретился с председателем счетной палаты Сергеем Степашиным, руководитель контрольного органа проинформировал главу государства о подготовке законопроекта по финансовому контролю в регионах и муниципалитетах. Дмитрий Медведев также поручил счетной палате совместно с Генпрокуратурой довести до конца расследование нарушений при строительстве танцующего моста в Волгограде. Мы вышли на прямые финансовые нарушения на сумму 152 миллиона рублей. Это нецелевое использование бюджетных средств, поведение вне конкурсов различного рода подрядной организации, рога и копыта. Второе – это удорожание почти на полтора миллиарда рублей. Надо даже довести это до конца, потому что мы не можем сохранять объект без каких-то улучшений технических, если он грозит обвалиться. В тот же день прошло совместное заседание коллегий счетных палат России и Киргизии. Были рассмотрены результаты совместной проверки использования бюджетных и внебюджетных средств Киргизско-российским славянским университетам. По результатам контрольного мероприятия было предложено привести в порядок нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность этого вуза, а также своевременно перечислять зарплату педагогам. Заседание Президиума Совета при Президенте России по противодействию коррупции прошло 22 июля. На нем Сергей Степашин представил предложение по организации обучения членов общественных объединений, участвующих в борьбе с коррупцией, и независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. До 1 октября мы должны утвердить эту программу. Конкурс проведем. Должны выиграть несколько вузов нашей страны. И мы полагаем, что в следующем году должны подготовить 2-3 тысячи специалистов. 26 июля в счетной палате состоялась встреча руководителей высших органов финансового контроля государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Ее участники рассмотрели роль контрольных органов в мониторинге реализации антикризисных программ. Кризис с еще большей силой высветил тенденции к повышению взаимозависимости экономик различных государств и необходимость их консолидации перед лицом глобальных перемен. 15 июля председатель счетной палаты России встретился со своим палестинским коллегой Махмудом Абу Рубом. В частности, стороны договорились провести в следующем году параллельный аудит межправительственных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, а также перспектив поставок продовольствия из Палестины в Россию. В конце июля в счетной палате прошло совещание Комиссии Ассоциации юристов России по юридическому образованию. В ходе совещания был рассмотрен проект положения об общественной аккредитации высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по юридическим специальностям, содержащего цели, задачи, а также методологию проведения аккредитации и механизм информирования общественности о ее результатах. В ходе заседания коллегии счетной палаты 16 июля было констатировано неэффективное использование средств бюджетов разных уровней бюджетной системы России почти на миллиард рублей, что «Росспорт» затеял лотерею в ущерб государству и едва не разорил лотерейного оператора, а «Роснаука», развивая наноиндустрию, оплачивала контракты за работы, которыми должна заниматься сама, что реальные доходы бюджета за счет платежей при пользовании природными ресурсами снижаются. В середине августа счетная палата объявила, что начинает проверку законности и эффективности использования и распоряжения земельными участками Павловской опытной станции растения и водства имени Вавилова под Петербургом. По данным СМИ, Росомущество распорядилось изъять два земельных участка станции под строительство коттеджей. Между тем, в НИИ растения и водства – единственный профильный российский институт, где сохраняется в живом виде коллекция растительных генетических ресурсов и ведется ее изучение. В «Комсомольской правде» вышли интервью Сергея Степашина о реформе МВД и Сергея Шахрая о пользе бадминтона. В литературной газете опубликована большая статья председателя счетной палаты, посвященная последствиям финансово-экономического кризиса, а «Вестник Аксор» разместил статью аудитора Сергея Рябухина об объединении регионов. В конце второй декады августа вышел в свет седьмой номер бюллетени счетной палаты за 2010 год. В нем опубликованы выступления Сергея Степашина на российско-болгарском семинаре по вопросам противодействия коррупции, выступления заместителя председателя счетной палаты Валерия Горегляда на восьмой Всероссийской научно-практической конференции в Петербурге, отчеты о результатах проверки использования средств резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, деятельность особых экономических зон Калининградской и Магаданской областей, а также проверка целевого эффективного использования средств господдержки АвтоВАЗу. Электронная версия бюллетеня размещена на официальном сайте счетной палаты. Руководство и сотрудники счетной палаты 14 июля посмотрели в кинотеатре «Октябрь» предпрокатный показ кинокартины «Брестская крепость». Всесоюзный показ картины в Союзном государстве России и Белоруссии официально начнется 4 ноября. 23 февраля она будет показана по центральному телевидению, а четырехсерийную телеверсию и ленты телезрители увидят в день 70-летия начала Великой Отечественной войны 22 июня 2011 года. 15 июля в счетной палате состоялось совещание представителей Русской Православной Церкви и контрольного органа, посвященное подготовке деятельности Совместного Координационного Совета. Обсуждались планы активизации дискуссии по общественным проблемам, в том числе по борьбе с коррупцией, оказанию поддержки в области реставрации, содержания и охраны памятников культуры, а также поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова